Александр Великий Идиот шел в Индию, но на его пути лежала Персия. Он разграбил Персидскую империю, убил всех членов царской семьи мужского пола и отправился на поиски этого человека, сидящего рядом с кучей костей. Когда у Александра Великого Идиота была мечта покорить весь мир, Важной частью мира была Индия, и сейчас это так. Но тогда это было особенно ощутимо. Все стремились завоевать Индию из-за ее богатства и культуры, из-за того, что это была самая процветающая страна на планете. Он шел в Индию, но на его пути лежала Персия. Он разграбил Персидскую империю, убил почти всех членов царской семьи мужского пола, а затем собирался длинуться в Индию. Но ему нужен был свой человек на престоле, марионеточный правитель, который бы управлял империей вместо него. В те дни нельзя было просто взять, кого попало, и посадить на трон. Это должен был быть член императорской семьи, чтобы народ принял его. Он начал искать, но, к сожалению, он убил всех мужчин и мальчиков из правящей семьи. Потом кто-то сказал ему, что есть один принц, который очень давно покинул семью и проводит все время на кладбище. По обучиям персов, покойников не сжигали и не хранили. Это были очень умные люди. Даже сегодня это очень умные люди. Зачем тратить на мертвых дрова, топливо? Зачем загрязнять воздух дымом? Зачем брать на себя труд рыть яму в земле? Просто предоставьте птицам и другим падальщикам сесть плоть, а затем закопайте только кости. Это будет несложно, потому что для сотни мертвецов нужно будет выкопать всего одну огромную яму. Я просто говорю, что это их подход, это их традиция. Этот молодой принц покинул семью много лет назад. Он просто сидел на кладбище, смотрел на эти кости, пытаясь что-то понять. В Индии существует целая традиция, согласно которой обучение йогинов начинается с того, что их отправляют на место кремации, чтобы они сидели и смотрели. Александр отправился на поиски этого человека. Тот оказался там, рядом с грудой костей. Александр сказал, послушай, я сделаю тебя царем, ты просто сиди на троне, а все остальное я решу. Мои солдаты обо всем позаботятся, мои люди обо всем позаботятся. Ты просто будь царем, сиди на троне, носи корону. Мы обо всем позаботимся. Принц сидел и смотрел на груды костей. Как разочарованный стервятник. Потому что стервятники разочаровываются, если на кости нет мяса. Он сказал Александру, смотри, как много людей умерло. Многие из них были убиты тобой. Кто-то был богат, кто-то беден, кто-то из царской семьи, кто-то из обычных людей, кто-то из высших слоев, кто-то из низших. Я пытался понять, какие кости принадлежат знатным людям, а какие просты, какие из них царские, а какие обычные, какие богатые, а какие бедные. Я не могу это понять. А ты можешь мне сказать? Александр посмотрел на кости. Это слишком сложно для меня. Он просто встал и ушел. Для него это было слишком. Самое ценное – это ваша жизнь, и она утекает. Пока вы думаете и пытаетесь найти объяснение драме, которое происходит вокруг вас, время уходит. Если бы вы могли остановить время, чтобы обсудить, какой негодяй ваш супруг, тогда ладно. Но время уходит. Мы тратим время на вещи, которые нам безразличны. Если бы вы знали, что время уходит, вы бы не инвестировали в то, что вам безразлично. Не так ли? Я думаю о сознании устройства. Мы работаем над ним, которое каждый день напоминало бы вам. Ого, тебе уже 50 лет. 50% твоего времени истекло. Вы сами видите, оно просто утекает. Вы видели старые песочные часы, которые показывали вам, как истекает час. Мы создадим нечто большее, чтобы увидеть, как непрерывно истекает ваша жизнь. Потому что если вы сидите, время уходит. Если вы стоите, оно уходит. Вы делаете что-то замечательное, оно уходит. Вы делаете что-то отвратительное, оно уходит. Вы ничего не делаете, оно уходит. Такова природа времени и жизни. Если вы хотите возвыситься над процессом времени, есть такой путь. но и вы сами должны будете раствориться. Но пока вы в рабстве у времени, лучше всего осознавать, что время ускользает. В этой жизни нет времени делать то, что искренне ничего для вас не значит. Да или нет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok